Коллеги, всем привет! Я надеюсь, что слышно, видно меня хорошо. Мы рады вас приветствовать на нашем вебинаре «Машиночитаемый формат. Подход к разработке проектной документации, автоматической генерации PDF и XML». Меня зовут Мария Тамчук, я директор по маркетингу и развитию бизнеса Sodi Slab. Сегодня с нами Андрей Шахрамандян, генеральный директор Sodi Slab, один из основоположников развития автоматизированных систем мониторинга и технологий информационного моделирования уникальных средних объектов. Автор более 50 публикаций, патентов и нормативных документов. Эксперт высшей квалификации Ростехнадзора. Мы сегодня хотим вам рассказать о нашем продукте Sodi Slab. Андрей Михайлович сейчас об этом вам расскажет, но прежде чем передать ему слово, обратите внимание, если Андрей Михайлович получится вернуть предыдущий слайд, у нас есть QR-код на наш канал, там есть сейчас уже пост, и все свои вопросы можно писать под этим постом в комментариях. На вопросы мы ответим после вебинара, после выступления Андрея Михайловича, я их зачитаю, и на все вопросы вы получите ответы. Если какие-то ответы вы не услышите, то мы в течение сегодняшнего дня на них ответим в комментариях к нашему посту. Также в нашем канале будет выложена презентация и другие материалы, так что смело пишите любые вопросы, не стесняйтесь, мы вам всем рады. Андрей Михайлович, передаю вам слово. Добрый день, коллеги, всех рад приветствовать на нашем вебинаре. Сегодня у нас структура вебинара будет следующим образом. Сейчас расскажу вкратце по презентации, будет часть из презентации сделанного, где я расскажу про наш подход к разработке проектной документации, про нашу систему SODIS DOCS. И дальше у нас будет с вами живая демонстрация системы на нашей площадке. И после этого мы ответим на ваши вопросы. Изначально, вначале хочу пару слов сказать, откуда родилась эта система. Это пришло не просто так. Сама идея возникновения такой системы нашей SODIS DOCS по разработке и автоматизации, разработке проектной документации. Наша компания много лет уже участвовала в различных проектах, как в проектировании, так и в реализации этих проектов по системе мониторинга зданий, сооружений, системе безопасности. Было выполнено много задач. Я сам в прошлом тоже проектировал, разрабатывал документацию, пытался это все автоматизировать, в том числе в Microsoft Word. И понял, что Word это не тот инструмент для разработки проектной документации. Нужно что-то здесь делать и менять. Так, собственно говоря, и появилось наше решение. Вообще все наши решения, два слова скажу про наше решение, они все построены на нашем собственном опыте, понимании предметной области. И мы сами по всем нашим решениям являемся пользователем своих продуктов. Мы сами используем эти продукты каждый день. Для проектирования у нас продукты, это система Sodis Docs, про которую сегодня пойдет речь. Еще у нас есть система, некоторые называют это среда общих данных. Мы это называем систему управления бизнес-процессами для проектных организаций. Система документа оборота, управления бизнес-процессами вообще в целом как организация. Sodis Building CM. Также у нас решения представлены и для строительства в целом, управления строительством процессом, мониторинг во время строительства и решения представлены у нас для эксплуатации. Уже управление процессами эксплуатации зданий, цифровой двойник и мониторинг в процессе эксплуатации. Сегодня мы будем говорить только про одно наше решение. Это для проектных организаций система выпуска документации, система SODIS DOCS. Если мы посмотрим на эволюцию развития технологий в сфере проектирования и перехода от бумажного к электронному формату, то у нас вообще любой проект делится на текстовую и графическую часть. Если по графической части у нас были раньше пульманы, потом у нас стали электронные чертежи, то есть представление бумажных чертежей, но в электронном виде, DWG, DXF формат, PDF формат. И потом мы пришли к BIM технологиям, то вот в части работы с текстовой частью документа мы остались на втором уровне. Была бумага и у нас потом док-PDF. Сегодня на самом деле здесь все так же осталось. Как правило, мы не перешли в объектно-ориентированную работу с текстовыми данными. То есть если у нас в BIM мы уже понимаем, какие преимущества, и если у нас даже бы не было государственных требований со стороны государства, нормативов, со стороны экспертизы, там, разрабатывать с использованием информационных моделей, то проектные организации современные так или иначе эту бы технологию использовали. Потому что это выгодно, они понимают, повышают качество продукции. Что касается текстовых документов, то да, сейчас появились уже, наверное, вы знаете, требования государственной экспертизы о том, что в XML, в машинопонимаемом формате должна документация, в частности, пояснительная записка сдаваться в экспертизу. И для проектировщиков сегодня это головная боль, потому что вот как раз вот этот уровень, то есть проектировщики остались вот здесь, вот еще, док-PDF, и вот нет уровня в объектно-ориентированном подходе для разработки с текстовыми данными. Вот как раз наша система, она вот этот вопрос закрывает, вот этот вопрос, это уже мы переходим работу в том числе с текстами данных на уровне объектно-ориентированной парадигмы. Вот BIM сегодня проектировщикам, она позволяет решать задачи, и они, как я уже сказал, они бы использовали и используют эти технологии и без всяких дополнительных требований, потому что это приносит преимущество. То есть проверка коллизий мы видим, мягкие, жесткие, междисциплинарные, объемы можем проверять, мы можем делать информационные связи между различными дисциплинами, объектами, трассировки можем делать. А нерешенные проблемы, которые так или иначе сегодня, ну я во всяком случае не видел ни одной организации проектной, у которой бы эти проблемы были бы решены на современном уровне. Отсутствуют информационные связи между различными частями проекта. Даже вот казалось бы, такой простой пример, наименование объекта, наименование заказчика. Не видел ни одной проектной организации, напишите, пожалуйста, в телеграмм нашем канале, если у вас это сделано как-то по-другому, чтобы наименование объекта, наименование заказчика задавалось в одном виде, в одном месте и не копировалось бы во все эти разделы проекта. Хотя по идее это такой же информационный параметр, название объекта это информационный параметр для всего проекта в целом, он должен задаваться в одном месте и все должно быть дальше автоматизировано. Поэтому сегодня, во всяком случае, я не видел ни одной организации, где бы не было полуручное оформление документации, где не было бы полноценной совместной работы при выпуске документации, где было бы и отслеживание истории изменений, кто что когда внес в документацию. И еще проблема до сих пор сохраняется, многие проектировщики до сих пор работают в локальных файлах, то есть последняя версия документов находится на компьютере у проектировщика. Это также влияет на безопасность данных. Значит, наш подход, наша концепция подразумевает, что у нас любой проект, это энное количество разделов, а дальше каждый раздел содержит уже компонентные блоки. Это могут быть текстовые блоки, это могут быть табличные данные, это могут быть чертежи, это могут быть рисунки, то есть это объекты у нас получаются. И у нас эти объекты, они могут друг на друга ссылаться, у нас могут быть кросс-ссылки между разделами. То есть, например, разработчик раздела какого-нибудь смежной системы, он может взять и вставить к себе таблицу архитектора TEP, и она будет автоматически обновляться и изменяться, и эти связи будут сохраняться. То же самое с текстовыми блоками, можно вставить описание объекта, сослаться на раздел смежной системы. И вот таким образом у нас получается такая взаимовязанная, объектно-ориентированная картина, на которую еще наложена и возможность совместной работы, возможность истории, изменения, ограничения прав в доступе. То есть мы переходим к такой объектно-ориентированной парадигме. Это и есть концепция нашей системы SODIS DOCS, это облачная система для выпуска проектной документации. Можно это сравнить даже с неким аналогом, то, что все знают, Google Docs, но только для проектных организаций. То есть в Google Docs мы не сможем выпускать всю проектную документацию в соответствии с нормативными требованиями, а в SODIS DOCS пропагандируя такой же принцип, мы сможем это делать. Очень сильно мы сами, как я уже сказал, сами используем систему для выпуска проектной документации нашей компании. И, конечно же, очень сильно, во-первых, повышается качество работы, так как оформление документации делается полностью автоматически, оно идеально в соответствии с нормами, повышается скорость работы. То есть всегда информация в доступе, все находятся на едином облачном сервере компании и принадлежат компании, они не разбросаны локально у проектных организаций. Соответственно, это в итоге нам экономит значительное время и деньги. Если сравнивать SODIS DOCS, сегодня проектные организации практически все используют текстовые редакторы, в частности Microsoft Word. Если мы сравним с текстовым редактором, то у нас, ну, как я уже сказал, это не тот инструмент, который изначально был предназначен для выпуска проектной документации. Здесь наш продукт, он как раз именно предназначен для этого. Нет ничего лишнего для проектировщика и есть все необходимое. Оформление уже все в системе предусмотрено по ГОСТам, есть уже стандартные блоки, которые присутствуют в проектной документации, есть возможность совместной работы, совместная работа, чат для совместных коммуникаций, сохранение истории изменений и автоматическая сборка уже готовой, готовой проектной продукции. У нас практически исключается уже в системе норма контроль все, что касается вот общего оформления штампы, нумерации, подписи, изменения, ну, вот все, что касается общего оформления, не лезя, мы пока не можем залезть там внутрь самих чертежей, там контролировать толщину линии, линии это нет. Но вот что касается общего оформления проектной документации, фактически мы здесь с нормы контроля снимаем колоссальную нагрузку. В системе есть возможность сохранения всех изменений происходит автоматически, то есть эта вся документация находится онлайн на вашем сервере с соответствующим бэкапом и ничего не потеряется, то есть исключены здесь потери каких-то либо данных. Более того, пишется вся история изменений, то есть по любому проекту мы можем зайти, посмотреть кто, что, когда вносил какие изменения, вплоть до минуты и, соответственно, до конкретного лица, и при необходимости можем откатиться до, отменить какие-то изменения. Работа ведется в онлайн синхронно, то есть команда может работать над одним проектом одновременно, можно организовывать, соответственно, совместный доступ, при этом разграничивая права, то есть можно открывать доступ там персонал по определенной группе лиц. Здесь есть чат для внутренних коммуникаций, прямо в системе нам не нужно прыгать, мы прямо в одной среде работаем над одним проектом, мы можем там вести общение, оно сохраняется вместе с этим проектом. Есть гибкие возможности по работе, и при этом нет ничего лишнего, то есть проектировщик не может сделать, например, красный шрифт 16 размера, потому что это не предусмотрено нормами. Здесь есть все необходимое, и при этом предусмотрена очень хорошая гибкость по работе с формулами, то есть эта история изначально пришла вообще, этот подход из научной среды, из среды профессиональных версток документов, поэтому здесь очень гибко предусмотрено возможность, в том числе с различными сложными формулами. Работа с чертежами, сюда чертежи загружаются либо просто из различных систем в виде PDF, либо есть также плагины под автокад и Revit, можно сюда загрузить, соответственно, чертежи, и система здесь, соответственно, автоматически их оформит. Новый вот этот подход у нас, как про концепцию, о которой я сказал, это вот общие компоненты. Это у нас сейчас находится в разработке, мы, так как у нас машины понимаемый формат, нам это совершенно уже несложно сделать, то есть идея в следующем, чтобы любой автор документа, ну, например, архитектор, он выпускает таблицу ТЭП, и он, грубо говоря, нажимает правую клавишу мышки, говорит расшарить эту таблицу, и она автоматически появляется в общих компонентах у других участников этого проекта, которые, в свою очередь, могут вставить этот компонент к себе в проект, и он будет автоматически обновляться. При этом, если, например, архитектор изменит эту таблицу, то у других участников появится восклицательный знак, таким образом таблица автоматически обновится в проекте, но при этом восклицательный знак сигнализирует о том, чтобы участник проверил, а влияет ли это изменение на его проект, нужно ли ему внести изменения в свой проект. Таким образом реализуется вот такая вот совместная работа на уровне общих компонентов, причем общие компоненты, это могут быть все, что угодно, это может быть часть текста, это может быть таблица, это могут быть рисунки, в общем, любой блок можно будет сделать как общим компонентом. У нас предусмотрена сейчас в системе выгрузка полноценного PDF-файла, оформленного в соответствии с нормативными документами. Сейчас у нас активно развивается функциональность выгрузки в XML в соответствии с требованиями главгосэкспертизы и в соответствии с схемами Минстроя. То есть так как у нас уже машиночитаемый подход, то нам не нужно делать копипаст, у нас уже все это предусмотрено в системе, и, соответственно, сейчас мы делаем сервис, который читает, мы делаем универсальный сервис, который читает как текущие схемы, которые опубликованы на сайте Минстроя, так и схемы, которые в будущем будут там появляться в других разделах проектной документации. И фактически этот сервис XML, он читает XML-схему с сайта Минстроя и формирует автоматически уже шаблон в нашей системе Sodis.docs. Вот здесь пример показан, то есть вся вот эта вот иерархия, вы ее в Sodis.box параметры заполняете, автоматически это позволит вам формировать XML в соответствии с схемами Минстроя, и при этом вы эти же параметры можете использовать в самих уже документах, то есть вам не нужно два раза там заполнять и делать копипаст. Вы параметры заполняете один раз для всего проекта и дальше его используете. И завершить презентацию я хочу некими новыми трендами данного подхода. Значит, не так давно был выпущен Copilot, это система, искусственный помощник для программистов, который был обучен на GitHub, на системе GitHub. GitHub — это там, где разработчики хранят код, там, соответственно, большое хранилище кода. Вот GitHub был обучен вот на нейросеть, на вот эти, ой, Copilot был обучен на этом GitHub. И это сегодня такой новый интеллектуальный помощник, который повышает очень сильно работу разработчиков, программистов. То есть мы находимся, когда в тексте программы, в контексте среды разработки, программист может сразу получать от Copilot интеллектуальную помощь, по помощи, подсказки, там, фактически автоматически получаются какие-то тексты, функции система может ему предлагать, зная контекст программы, где он находится. Фактически у нас наша вот эта вот система, она очень близкий подход к среде разработки. То есть, но вместо… потому что проектировщик — это тот же самый разработчик, только он разрабатывает не программу, он разрабатывает проектную документацию. И такой же подход здесь в перспективе мы тоже хотим реализовать. То есть, когда проектировщик выпускает раздел определенной проектной документации, система знает контекст, где он находится, то в перспективе здесь может появиться помощник, который сможет уже помогать проектировщику, проектировщику уже, ну, предлагать какие-то уже готовые блоки для этого раздела. Конечно же, сейчас ограничивается у нас, то, что нам мешает это сейчас делать, это отсутствие датасетов, то есть, над чем обучать вот эту нейронную сеть. Но здесь, соответственно, сейчас тренды государства тоже в этом направлении видятся, и к этому тоже есть движение к формированию таких датасетов. Еще один из таких вот моментов, чем наши технологии как раз напоминают среду разработки программного обещания, это то, что здесь у нас также реализована гид-технология. То есть, проектировщики, они могут видеть, кто что когда, отслеживать все изменения, кто что когда внес, можно откатываться к изменениям. Это тоже пришло к нам из среда разработки программного обеспечения. По поводу датасетов сейчас вот определены как раз тренды, минцифры. На эту тему тоже работают. Сейчас вопросы обсуждаются обезличивание больших данных, чтобы предоставить возможность бизнесу, возможность государству работать с большими данными. Наш президент тоже в прошлом году в ноябре на конференции Сбербанка тоже по искусственному интеллекту тоже про это говорил. И фактически у нас сегодня государственная экспертиза, она является владельцем большого количества проектной документации. Вот эти вот данных, на которых можно в будущем, если их обезличить, а к этому все идет, на которых можно будет в будущем обучать как раз такие нейронные сети, которые помогут нам в итоге, проектировщикам сильно повысить эффективность. Но это вот пару слов про тренды, которые мы видим, куда и куда, соответственно, сейчас у нас идет развитие. Коллеги, еще раз ссылка на телеграм-канал, где вы можете задавать свои вопросы. Мои коллеги, наша команда будет там отслеживать и отвечать на вопросы, а также вопросы коллеги будут озвучивать, на которые я тоже отвечу уже голосом. Значит, и давайте сейчас мы перейдем с вами в живую систему демонстрации. Система SodisDocs — это облачная система, то есть мы заходим сюда через браузер, используя логин-пароль, и мы попадаем с вами в главное окно. Здесь сейчас мы находимся в главном окне. Здесь мы видим разделы наших документов, которые нам сейчас доступны. Эти разделы могут быть здесь сгруппированы по проектам. Здесь у нас слева идут группировки по проектам. Значит, мы можем сейчас с вами создать новый раздел проектной документации. Мы в системе у нас присутствуют шаблоны по всем предусмотренным в 87-м постановлении правительства, по всем разделам проектной документации. И вообще наша основная задача, как мы видим и пропагандируем, это снять головной боль с проектировщиков по оформлению документации. Это вот как бы одна из таких вот ключевых задач, помимо всего остального, то, что мы предоставляем совместной работы, безопасность данных, эффективность. Но вот одна из ключевых задач, это чтобы проектировщики вообще не занимались оформлением, а не чтобы занимались содержанием. Значит, давайте сейчас я при вас создам раздел, например, пояснительную записку. ТЗ назову, например, инновационный центр Сколково, наша компания-резиденты Сколково. Давайте сделаем вот такой проект. И сейчас система на основании уже шаблона, который находится в системе, нам сделала пояснительную записку, новый раздел пояснительной записки. Здесь слева у нас предусмотрена структура нашей пояснительной записки, которая была заложена в шаблон. Каждый элемент этой структуры – это компонент, который имеет параметры, например, обложка имеет параметры, титульный лист там имеют параметры. Значит, мы можем сюда добавлять в каждый раздел, ну, в часть обложки мы можем сюда кастомную обложку добавить, также самое титульный лист. На выходе мы получаем с вами уже готовый скомпилированный PDF-файл хорошего качества, оформленный в соответствии со всеми нормами, с уже структурой, здесь все ссылки рабочие. Ну, то есть это прям хороший такой продакшн документ. Значит, как здесь дальше у нас ведется работа в самой системе? Значит, например, работа с текстом у нас осуществляется прямо в браузере. Здесь элементарный язык разметки. Давайте я сейчас здесь пример текста. Вот, например, вот сейчас какие-то вещи здесь веду. То есть мы прямо здесь, проектировщики, работают. Есть минимальный язык разметки, то есть ничего лишнего. Например, я сейчас... Это жирный текст. Соответственно, если мы хотим сделать жирным, то здесь вот есть горячие клавиши, либо можно просто без горячих клавиши это вот поставить звездочки справа и слева. Вы знаете, я тут показывал клиентам, и там были молодые проектировщики, я тоже показываю, они сказали, мне вот на это сказали, что мы знаем, в Телеграме то же самое, так же можно использовать. То есть молодое поколение уже с этим знакомо, это уже стандартный такой язык разметки. Язык разметки у нас подстроен на Markdown. Это, в принципе, стандартная история. То есть вот я сейчас... Это текст с курсивом так отмечается. Но есть, я говорю, здесь и горячие клавиши для тех, кто не знает или кто не привык. Давайте я сейчас создам список, например. Список маркированный, маркированный, список маркированный. Можно сейчас создать с вами, создам списки при вас. Один, два, три, четыре. Вот маркированный список делается таким образом. Нумерованный, нумерованный список. Список. То же самое, соответственно. Один, два, три. Все делается, все списки тоже делается. Все по ГОСТу. Сейчас мы с вами это увидим. Давайте сейчас еще создадим вложенные списки. У нас тоже могут быть вложенные списки. Вот так вот сейчас. Это у нас будет вложенный список. Вот так. Ложный список. Это мы просто делаем такой же список. Просто с ОССКом нажимаем таб. Соответственно, мы с вами сейчас вот оформили, ввели какие-то изменения. Чтобы они появились в нашей документации, достаточно нам просто нажать кнопочку «Собрать». Все достаточно быстро собирается. И мы с вами сейчас посмотрим наше изменение. Вот, которое я при вас сводил. Мы видим жирный, курсив. Вот они все наши списки. Списки оформлены исключительно по ГОСТу. То есть, вначале идет там буквенное обозначение. Потом, ну, в части нумерованных списков. Вначале буквы, потом цифра. Все по ГОСТу. То есть, проектировщик, он не думает об оформлении. То есть, у него все здесь, есть все, что необходимо. Ничего лишнего. Также, проектировщик сюда может добавлять, сюда он может добавлять таблицу. Например, давайте я сейчас добавлю таблицу. Вот у нас появилась здесь таблица. Мы можем ее здесь обозвать. Например, ТЭП, она здесь автоматически тоже меняет название. А таблицы можно редактировать прямо вот здесь. Давайте я здесь напишу, например, номер, номинование, значение. Заполним сейчас с вами. Можно вставлять из Excel. Ctrl-C, Ctrl-V. Например, у нас 10 тысяч. Ну и добавить здесь, например, у нас будет этажность. Этажность. Добавили мы с вами таблицу. Сейчас мы скомпилируем, она у нас тоже появится. Давайте я пока еще в какой-нибудь... Давайте добавим сюда куда-нибудь еще. Можно рисунок добавить. Рисунок мы просто сюда перетаскиваем. Сейчас возьму рисуночек. Можно просто перетащить, либо выбрать. Вот у нас появился рисунок. Вид объекта. И тоже опять теперь компилируем. И сейчас у нас наши изменения тоже все в тексте появятся. Посмотрим, как... Да, у нас происходит автоматическая нумерация таблиц, рисунков. Тоже делается все по ГОСТу. Опять же, проектировщик за этим не следит, не задумывается. Вот у нас появилась таблица, тэп, то, что мы сейчас вводили. И, соответственно, появился у нас рисунок, вид объекта, который мы сейчас с вами добавили. То есть это такие наши блоки, параметры, с которых мы фактически собираем вот эту проектную документацию. Вот наш подход по работе с общими компонентами. Это у нас сейчас в разработке находится, потому что я в презентации показывал. То есть, чтобы архитектор мог нажать правую клавишу, расшарить эту таблицу тэп. И этот компонент, чтобы появился у остальных участников проекта, которые могут уже вставлять эти разделы к себе. Знаю, что для проектных организаций это прям тоже такая главная бой. Вот эта вот ручная координация, копипаст между различными частями проекта. Вот это мы как раз собираемся решать этот вопрос таким образом. Дальше у нас, соответственно, сюда можно загружать чертежи. Чертежи сюда можно загружать, например, из просто PDF-файла. Например, сейчас мы загрузим сюда чертеж. Сейчас пока что еще у нас необходимо заполнить здесь параметры. Но мы уже работаем над тем, чтобы параметры чертежа определялись автоматически. Уже при загрузке размер, чтобы определялся автоматически. Пока сейчас необходимо параметры проставить вручную. Какой формат этого чертежа. Ну, я сейчас давайте пару чертежей загружу. Давайте сейчас еще добавлю чертеж нестандартного формата. У нас тут уже есть пример какой-нибудь, сейчас, вот он, А2 с множителем 3. То есть, вот этот еще чертеж. Это у нас будет три раза по А2. Три раза по А2. И ориентация, портретная ориентация. Значит, здесь мы прописываем суффик чертежа, который в основном от шифра добавляется. Вот у нас появляется чертеж. Давайте скомпилируем, сейчас посмотрим, как у нас будет выглядеть, как у нас будут выглядеть чертежи. Также можно добавлять чертежи из плагинов Автокад и Ревит. Тоже можно будет чертежи добавлять. Вот, смотрите, у нас появились вот эти вот чертежи. Вот они как раз сюда вставлены. Форматы все идеально оформлены. Рамочки все вставлены. Подписи, штампы. Соответственно, это все берется из одного места, из параметров. Значит, где задаются параметры? Параметры раздела задаются. У нас у каждого раздела есть параметры вот этого раздела. Здесь задаются все параметры. Вы их задаете в одном месте. Если у нас этот раздел добавлен в проект, у которого тоже есть параметры, я это в дальнейшем тоже покажу, то у нас параметры проекта, которые общие, ну такие как объект, заказчик, они сюда автоматически копируются уже из параметра проекта. Давайте сейчас мы дальше добавим с вами, еще добавим спецификацию. Сейчас я покажу, как у нас в спецификации может вставляться. Ну, во-первых, спецификацию мы можем ввести, здесь тоже можем добавлять строки, можем, соответственно, здесь редактировать. Спецификация – это гастированная таблица из девяти колонок, но многие спецификацию делают в Excel. Из Excel ее можно просто вставить. Вот я сейчас взял пример спецификации какой-то нашей из какого-то объекта. Вот я сейчас возьму, просто выделю спецификацию, Ctrl-C, и, соответственно, мы можем вот сюда выбрать, вставить в ячейку, и сразу сделать Ctrl-V, пожалуйста, спецификация у нас вся вставилась. Ее можно дальше вот здесь вот, в принципе, редактировать и здесь что-то менять, сопровождать. Значит, спецификация, мы сейчас с вами ставили спецификацию, сейчас можем опять сделать компиляцию и посмотрим, как у нас спецификация сейчас тоже оформляется в соответствии с ГОСТом, с нужными размерами в гастированном виде. Вот она, наша спецификация, пожалуйста, она тоже у нас здесь, здесь она вся оформлена. Ну, опять же, проектировщики, заметьте, все гастировано, все идеально, проектировщики вообще на это время не тратят. Они занимаются содержанием. Значит, автоматически, обратите внимание, вот я сейчас добавлял сюда вот эти вот компоненты, автоматически у нас формируется содержание тома, то есть проектировщики-то вручную не формируется. Автоматически шифры, шифры тоже автоматически, которые мы задаем, они автоматически формируются. Штампы тоже автоматически заполняются из одних параметров, которые вы задаете в одном месте. Ну и таким же образом сюда можно добавлять приложение. Давайте я сейчас добавлю для комплектности. Пример у нас тут был приложение, сейчас приложение, у нас вот сертификат, например, какой-то. Добавили приложение, здесь тоже обозначение, там приложение, точнее здесь номинование, это приложение 1, например, сертификат, сертификат. Сейчас мы тоже скомпилируем, у нас добавится это приложение, и это же приложение добавится автоматически в содержание тома. Сейчас с вами это увидим. Компиляция происходит достаточно быстро, то есть, в принципе, система очень отзывчивая. Вот смотрите, добавилось приложение, а единственное, я наоборот, приложение сюда, параметры перепутал. Значит, добавляется сюда приложение, и, соответственно, в конец у нас тоже формируется, вот он, наш сертификат, вот сюда все добавляется. Таким образом, мы очень быстро с вами оперативно формируем вот этот PDF-файл. А теперь, коллеги, хочу вам показать совместную еще, совместную работу. Значит, систему можно, мы можем расшарить документы нашим коллегам, я сейчас расшарю своим коллегам документ, Арсену и Андрею. Можно расшарить на редактирование, открыть доступ на редактирование, либо на чтение. Вот я сейчас открываем доступ, ему ушло приглашение на электронную почту, по которой они могут сейчас, соответственно, зайти в систему. И мы сейчас увидим их курсоры, соответственно, мы сможем видеть, что они делают, они будут видеть, что делаем мы. Ну, то есть, по такому же принципу, как в Google Docs можно делать совместную работу с документом. Ну, вот Арсен, например, уже сюда подключился, мы видим его курсор, видим, что он здесь что-то пишет. Соответственно, мы можем параллельно с ним здесь работать, соответственно, параллельно работать. Вот у нас Андрей Борисов, да, тоже подключился к нам, и тоже, соответственно, здесь может вводить данные. Мы параллельно осуществляем работу с документом. Привет. Значит, при этом у нас также есть здесь чат, мы можем с коллегами переписываться здесь. Вот я сейчас им написал, коллеги, ответьте, что же что-нибудь чат, пожалуйста. Соответственно, у нас как бы единая информационная среда, мы не вылезаем из контекста, работаем в одной системе. Этот чат также сохраняется вместе вот с этим проектом, с этим разделом. При этом мы также, здесь в системе есть возможность, как я уже говорил, отслеживание истории изменений. Вот мы сейчас, я сейчас зашел в историю изменений, и мы видим, что здесь у нас кто, что, когда вводил. Вот я вводил вот этот кусок текста при вас в 2.30, и сейчас вот в 2.38 у нас были, вот коллеги, видно, кто, что, когда вводил, они разным цветом помечаются. При этом я могу откатиться, откатиться до, отменить какие-то изменения. Вот я сейчас выберу вот эти вот изменения и скажу восстановить, скажу восстановить, и у нас, соответственно, все, изменения, то, что коллеги вводили, мы видим, что это изменения пропали. А в истории изменения видно, что вот было вот так вот, теперь стало вот так вот, я это убрал. Я могу обратно это восстановить, пожалуйста, сейчас мы обратно восстановим, пожалуйста, вот все, что коллеги вносили, опять появилось. То есть у нас здесь полностью отслеживается история, кто, что когда вносил, что, ну, что прям очень удобно, и видно же, кто, когда, какие изменения внес. Так, с этим, наверное, здесь мы закончили. Еще хочу рассказать здесь только единственное, что есть возможность опубликовать, то есть вы можете сделать раздел на базе нашего базового раздела по 87-м восстановлению. Вы, например, сделали там раздел под свою организацию, либо под какой-то вид объектов, там, например, школы, сотные здания, либо еще какие-то объекты. Вы проектируете, вы можете сделать один раз, подготовить свой раздел и опубликовать дальше его как шаблон. И он появится в меню у ваших коллег, и они могут уже на основании этого шаблона делать уже, по вашим шаблонам делать дальше проектную документацию. А вы этот шаблон можете уже дальше менять, отслеживать, и последние изменения всегда будут у ваших коллег тоже появляться. Ну, таким образом у вас появляется еще система управления шаблонами тоже здесь в данной системе реализуется. Значит, дальше коллеги, я хотел вам продемонстрировать еще проекты, теперь параметры на уровне проекта. Значит, мы можем создать, например, с вами новый проект. Так, прежде чем я сейчас это покажу, я бы хотел показать еще, в системе можно ввести несколько стилей, то есть мы можем сюда завести несколько организаций. Например, сейчас здесь заведена организация Sodyslab, все параметры этой организации, то есть реквизиты, подписанты, печати. И мы можем завести, соответственно, несколько таких организаций здесь. И дальше мы можем автоматически, фактически даже менять оформление проектной документации путем нажатия одной клавиши, сразу меняя просто стиль организации. Давайте я сейчас создам новый проект, например, Сколково. И у нас вот, соответственно, у этого проекта есть параметры. Я могу, соответственно, выбрать стиль организации, который мы будем использовать, от кого будет выпускаться этот раздел. Могу заполнить здесь, соответственно, некие общие параметры, если мы хотим, чтобы они были общими для всего проекта по умолчанию. Соответственно, могу здесь задать, сейчас давайте я задам здесь, например, объект у нас будет Технопарк Сколково, где у нас офис, заказчик, пускай будет министерство, например, цифрового развития. И шифр, например. Задаем параметры общие у проекта, мы их задали, и теперь давайте мы с вами сейчас перенесем наш раздел. Давайте вот так, чтобы все были разделы, видно. Мы сейчас этот раздел, который мы с вами создали, перенесем, добавим в проект Сколково. Здесь появилась такая плашечка, что теперь этот раздел относится к этому проекту. В проекте этот у нас раздел появился. Теперь, если мы перейдем с вами в раздел, который мы с вами создавали, то мы увидим, что у параметров, видите, вот эти вот общие параметры, они сюда спустились. То есть теперь у нас объект Технопарк Сколково, заказчик министерства цифрового развития. При необходимости мы можем здесь эти параметры поменять для конкретного раздела, но всегда можем вернуться к значению по умолчанию, которые заданы в проекте. Таким образом, мы с вами на уровне проекта задаем все общие параметры, которые спускаются во все разделы, и у нас автоматически, вот видите, появляются они уже в штампах, на обложке, на титульных листах. Так, коллеги, если я не ошибаюсь, я, наверное, вам все показал, за исключением того, последнее, что скажу, есть база знаний у нас, соответственно, интерактивная база знаний, пополняемая с видеороликами, есть чат поддержки тоже как в самой системе, так и в базе знаний. То есть наша поддержка всегда рядом, можно всегда написать в чат, и, соответственно, коллеги всегда помогут с решением каких-то вопросов. Коллеги, наверное, это по презентации, по основной части, все. Мои коллеги из СОДИСа, если я вдруг что-то забыл сказать, напомните мне, я тогда продемонстрирую, и также готов ответить на вопросы. Да, Андрей, спасибо. Можно еще раз, наверное, вывести на экран наш QR-код на канал, где после нашего мероприятия будет выложена презентация. Также будет ссылка на запрос демо-доступа к среде, где вы можете попробовать в своей работе наш продукт. И будет ссылка на страницу продукта на сайте, для того, чтобы более подробно тоже изучить какие-то моменты, которые... Так, коллеги, меня слышно? Андрей, меня слышно? Скажи, пожалуйста. Да, 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 слышно, да, Маша. Так, прием. Слышно, слышно вас? Да. Так, коллеги, прошу прощения, у меня отрубился интернет здесь. Давайте вопросы. У нас есть вопросы. На самом деле, на один из вопросов ты уже ответил. Это можно ли добавлять чертежи из Revit и AutoCAD как-то еще подсветишь этот момент или нет? Да, у нас есть, соответственно, плагины для AutoCAD и Revit. Они у нас сейчас сделаны для предыдущей версии Sodius Docs, которую мы сейчас обновляем для последней версии. То есть в систему можно просто в системе AutoCAD либо Revit появляется наш плагин, можно выбрать листы, которые мы хотим отправить в нашу систему Sodius Docs. Первый раз мы коннектимся, логин-пароль вводим и выбираем дальше проект, куда мы хотим загрузить данные чертежи. И после экспорта у нас, соответственно, эти чертежи автоматически появляются уже в Sodius Docs и они автоматически здесь уже оформлены и вставляются. То есть это работает таким образом. Так, вопрос есть еще об условиях, каким образом можно подключиться к нашей системе, как ее приобрести и сколько это стоит. Так, коллеги, слышно? Да, слышно, слышно. Андрей, ты услышал вопрос? Сейчас звук выключен. У кого? Меня не слышно? А, извините, это я. Слышно, слышалось. Да, да. Спасибо огромное. Да, Андрей, вопрос по стоимости и каким образом можно получить доступ в систему. Значит, по стоимости, коллеги, у нас стоимость, у нас прозрачная ценовая политика. Значит, стоимость, есть разные тарифы, которые различаются количеством пользователей и функциональностью. Они у нас есть на сайте в разделе цены, на сайте продукта Sodius Docs.ru. И сейчас, так как продукт новый у нас, и мы понимаем, что первые наши пользователи, это фактически будут активными участниками в развитии нашего продукта. Поэтому первым 10 пользователей мы сейчас предоставляем огромные скидки пожизненные, это 70% скидки предоставляем первые десятки пользователей. Вторые пользователи мы для себя решили, что это будет 50% второй десятки пользователей, потому что мы понимаем, что мы вместе с ними будем вместе двигаться. На текущий момент у нас сейчас по этому продукту новому три коммерческих пользователя. Поэтому welcome, для тех, кто верит в инновации, в новые технологии, продукты, пожалуйста, с удовольствием начнем с вами работать. Так, Андрей, спасибо огромное. Вот еще пара вопросов у нас, в принципе, время позволяет. Давайте посмотрим, предусматривает ли программа автоматизировать оформление не только PSD, но и титулы, шрифты согласно состава работ? Ну, конечно, да, титулы на листы, смотрите, автоматизируем мы, во-первых, на уровне шаблонов мы задаем структуру всю по 87-м постановлению, чтобы мы ничего не забыли, и мы актуализируем, мы актуализируем эти вещи. То есть вся структура забивается на уровне шаблона, что должно быть в этом разделе, такой документации. Значит, в части оформления все, что можно автоматизировать, единственное, что мы не можем автоматизировать, это то, что непосредственно делается в системах САПР, то есть это толщина линий, размерность, само оформление чертежа, которое внутри делается самих чертежей. Все остальное касается, там, размеров колонки, там, как нумеровать таблицы, рисунки, ссылки на них, штампы, нумерация, локальная нумерация, шифры, это все мы автоматизируем, это все делает система автоматически. Так, спасибо. Сверяется ли шаблон автоматически с составом проекта? Состав проекта, я не совсем вопрос понял, честно говоря. Состав проекта сейчас либо, ну, во-первых, отвечу, как понял, то есть состав проекта сейчас многие организации делают, ведут отдельно, как один, вынимают из каждого раздела. Некоторые вставляют в каждый раздел состав проекта, некоторые вынимают, то есть это гип делает состав проекта, и здесь два варианта. Либо он оформляется отдельно, либо он вставляется в каждом разделе. Вот в нашем случае как раз, когда у нас вот эти вот общие компоненты при, вот принцип, когда, про который я рассказывал, про общие компоненты, то есть вы можете его ввести в одном месте, либо в одном томе, и все остальные тома могут автоматически ссылаться на вот этот состав проекта. То есть это будет общий компонент, который будет автоматически спускаться всем. Так, спасибо за такой подробный ответ. И еще один вопрос. Соответствует ли выгружаемая документация ПДФ приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации? Наверное, имеется в виду приказ, который вот о требованиях к электронным документам, есть приказ Минстроя, от 17-го вроде года. И, значит, конечно, да, в этом приказе Минстроя мы полностью соответствуем. Там это ПДФ с возможностью копирования текста, то есть мы получаем с вами ПДФ с возможностью копирования текстов. Мы сами не раз уже заходили в государственную экспертизу, проходили экспертизу, поэтому полностью соответствует этому приказу. Сейчас я хотел показать, я сейчас потерял я экран свой. То есть вот здесь вот этот ПДФ, вы можете его скачать, и вы получаете ПДФ, из которого вы можете... Андрей, не видно экран? Можно экран показать? А, я прошу большому экран светил, да? Сейчас, коллеги, секундочку. Так, экран, демонстрация. Вот, можно скачать ПДФ. И у вас получается полноценный такой ПДФ со всеми ссылками. А, да, коллеги, еще не показал. Очень важно, и экспертиза это требует. У нас в ПДФ вставляется, автоматически формируется, вот видите, со всеми оглавлениями. То есть я знаю, что это прям тоже экспертиза, и заказчики требуют, чтобы в ПДФ были эти оглавления. Да, и вы можете здесь текст выделяется, копируется. Из этого ПДФ, кстати, прекрасно стандартными конвертами перегоняется в Word. Все, то есть ПДФ очень хорошего качества, с правильной разметкой. Спасибо, я надеюсь, ответил. Если, коллеги, какие-то вопросы хочется уточнить, можно писать в чат, либо здесь, либо в канале. И еще один, Андрей, вопрос давай ответим, и будем, наверное, финализировать. То есть через содис.докс только ПДФ оформляется или РД тоже можно? Да, можно ПДФ, и можно рабочую документацию тоже. Вот есть шаблоны рабочей документации, РД, например, тест, я сейчас создам какой-нибудь. То есть здесь, ну я сейчас создам просто пустой шаблон. То есть в РДФ здесь тоже можно, ведомость чертежей, комплектов, документов, здесь можно все формировать. Общее указание можно делать тоже прямо здесь, как текстовую часть в виде общих указаний тоже здесь писать. Чертежи можно сюда добавлять. Понятно, что больше эффективной системы как раз при работе с проектной документацией, там просто больше текстовой части, а в РД делается все-таки больше графической части. Но чтобы собрать документы и была такая единая среда, да, здесь тоже мы сами делаем рабочую документацию, тоже вот здесь полностью ее выпускаем. Так, спасибо. Коллеги, запись будет. Вот еще есть, конечно, пара вопросов от Сергея. Благодарим вас за такую активность. Давайте их озвучим. В составе проекта указываются шифры, номинования листов, разделов. Сверяется ли это с титульными листами? А здесь принцип другой. То есть здесь не надо сверять шифры. Я вопрос неправильно понял. То есть вы шифры задаете в одном месте, в параметрах. Вот здесь на уровне проекта вы задаете основной шифр, а дальше у каждого раздела вы добавляете суффикс. То есть у вас такой получается шифр, который автоматически составляется из общего параметра и, соответственно, из суффиксов, которые вы задаете в каждом уже разделе. А также там из суффиксов чертежей. Вот мы, например, вот здесь вот создали с вами, у нас был чертеж. Вот мы с вами создали суффикс. Вот этот суффикс этого чертежа добавляется к основному шифру у нас формируется. То есть это все шифры формируются, они полностью автоматически. Спасибо, Андрей. Я думаю, что, если что, Сергей, мы сможем с вами в чате поговорить нашего канала, либо, может быть, через уже личную консультацию. Мы всегда готовы отвечать на вопросы, наши эксперты тоже. Поэтому еще один очень важный вопрос, на мой взгляд. Где хранится разработка проекта у вас или в облачном сервисе, либо где-то в компании, которая купила ваш сервис? Варианты два возможны. То есть у нас по умолчанию хранится это все в облаке, в облаке на российских серверах, в тета-центрах. При необходимости заказчик, это у нас доступно для тарифа Enterprise, заказчик может развернуть у себя в частном облаке на собственных серверах. И работать полностью автономно. Спасибо, Андрей. Я думаю, что на основные вопросы мы ответы получили. Коллеги, мы ждем вас у нас в канале. Там можно задавать после вебинара вопросы в течение недели точно. Мы всегда открыты для консультаций, будем рады вам помочь. Андрей, выведи, пожалуйста, еще раз наш QR-код на канал, для того, чтобы коллеги могли еще раз в него зайти. Был вопрос по поводу записи. Да, запись будет. Сейчас после мероприятия в наш канал мы выложим презентацию, ссылку на запрос демо-доступа и ссылку на страницу о продукте. Мы благодарим вас за участие. Нам очень ценна ваша активность. Так, вопрос про XML – да. Дальше уже ответим вам в чатике Георгии. Переходите туда. Ответ туда. Ваш вопрос туда продублируем. И ответим на него в нашем Телеграме. Ну, либо уже на связи с нашими менеджерами. Коллеги, благодарим. Рады вам. И всегда готовы помочь. Всего доброго. До новых встреч. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо вам. Огромное спасибо. Всего доброго.